Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символичных моментах и жуткой правде под видом юмора на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел-2022». 28 января 2022 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась 20-я церемония вручения наград премии «Золотой орел» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2021 год. Мероприятие транслировалось в эфире телеканала «Россия-1». Сама церемония больше напоминала траурную процессию. Наряды лауреатов и ведущих, цветовое оформление зала и тематика фильмов, номинированных на награду, были мрачными и удручающими. А под видом юмора со сцены не раз звучали довольно жуткие вещи. Первое, что бросается в глаза, это оформление студии. Экран, установленный на сцене, был разделен на две пирамиды, в центре которых находился перевернутый треугольник, символизирующий падение мира. С точки зрения удобства восприятия, такая форма экрана совершенно не оправдана. Транслируемые на нем кадры из фильмов разделялись на куски и не воспринимались как единое целое. Зато с точки зрения символики все совершенно понятно. На протяжении более двух часов на федеральном канале красовались главные символы иллюминатов. Над основным экраном можно было заметить четыре пирамиды. По центру находился перевернутый треугольник. По четыре перевернутых треугольника также было с каждой стороны по бокам сцены. В целом студия была оформлена в красно-черных тонах, что является любимыми цветами иллюминатов. Началась торжественная церемония с выступления помощника президента Владимира Мединского. Политик зачитал письмо от Путина, после чего сказал несколько слов от себя. Говоря о пандемии, Мединский словно насмехался над сегодняшней ситуацией в стране и в мире. В конце своей речи Мединский дал свой прогноз на следующий год. Я абсолютно уверен, прямо прогнозирую, что через год мы соберемся здесь еще раз и будем с улыбкой вспоминать события последних двух лет. Эти слова могут означать, что на фоне событий этого года два предыдущих действительно покажутся людям счастливыми и будут вызывать улыбку. Далее на церемонии вспомнили всех известных актеров и режиссеров, ушедших в 2021 году. На экране показывали их фотографии и кадры из фильмов, в которых они играли. В целом это можно расценить как дань уважения к этим людям. Однако тема смерти почему-то шла через все мероприятия. То и дело номинанты и ведущие делали акцент на этом. Те, кто уходит, мы всегда живут в наших сердцах. Смерть торжествует мгновение, память вечная. Мы все из памяти. Практически все фильмы, номинированные на премию «Золотой орел», были посвящены тематикам войн, революции и катастроф. Соответственно, на протяжении всей церемонии на экране транслировались довольно тяжелые и удручающие кадры. Актриса Марина Александрова, которая вручала награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», сказала следующее. Дополняли мрачную обстановку костюмы гостей и ведущих премии. Практически все присутствующие были одеты во все черное. Наряды некоторых участников церемонии содержали элементы известной символики. К примеру, на черном платье Марины Зудиной почему-то был вышед педофильский символ. А на галстуке у Павла Деревянко можно было заметить кресты. Многие лауреаты премии «Золотой орел-2022», выходившие за наградами, говорили весьма неоднозначные фразы. Одной из самых символичных стала речь режиссера Дениса Катаева. Что интересно, перед началом своего выступления он показал жест трех шестерок. Сначала Денис заявил, что смысл жизни состоит в дуальности нашего мира. Дуальность или единство добра и зла является одним из главных постулатов масонства. Далее Катаев сказал, что задача кинематографа – сделать так, чтобы в мире не было войн. При этом он охарактеризовал войну следующими словами. Назвав войну игрой, Катаев выразился словами представителей мировых элит, которые действительно играют человеческими жизнями. После этого момента Денис словно начал зависать. В конце своего выступления режиссер вновь сделал акцент на войне. Только бы не было войны, спасибо. Сказал он это так, словно нам стоит опасаться ее начала. Перед тем, как передать слово своим коллегам, актер Виктор Сухоруков сказал очень символичную фразу о том, что все актеры служат индустрии кино. При этом он не уточнил, кто стоит за всей этой индустрией и в чем состоит ее цель. Режиссер Александр Кот, получая свою награду, решил удивить зал своей шуткой. Вот только за ней может скрываться довольно жуткая правда. Рассказывая о процессе съемок Александр сказал следующее. Спасибо огромное за знакомство с городом, с потрясающими музыкантами, которые реально инопланетяне. Не обошлось на церемонии «Золотой орел» и без продвижения тематики ЛГБТ, сообществ и трансгендеров. Представляя номинантов категории «Лучшая мужская и женская роль», Марина Александрова и Павел Деревянко сделали акцент на том, что в продвинутой Европе уже давно нет гендерного различия. Тут же актеры предложили своим коллегам отказаться от деления по гендеру и в России. Однако зал отверг эту идею. В итоге Марина и Павел сказали, что будут делать все по старинке. Этим они словно намекали на то, что Россия отстает от моды со своими традиционными устоями. Во время вручения премии «Золотой орел» ведущие и участники несколько раз оговаривались. При этом смысл их фраз с учетом оговорок становился далеко неоднозначным. Так Павел Деревянко назвал жюри конкурса авторитарным, а не авторитетным. В этот момент Павел сложил руку в жест трех шестерок. Таким образом становится понятно, что номинанты и победители выбирались не просто так, а согласно жестким критериям, установленным диктатурой. Представляя фильм «Огонь», Алексей Агранович хотел сказать, что человечество научилось бороться с природными катаклизмами. Вместо этого актер сказал следующее. Да, человечество научилось бороться с природой. Тут же Агранович затронул и тему апокалипсиса, словно подчеркивая, что человечество стоит на его пороге. Наибольшее количество наград на юбилейной премии «Золотой орел» получил фильм «Серебряные коньки». Сам по себе этот фильм довольно символичный. Даже на мелькающих на экране кадрах можно было заметить известные знаки иллюминатов. В целом церемония «Золотой орел-2022» получилась мрачной и безрадостной. В интерьере и костюмах гостей присутствовали в основном черные тона. Большой акцент делался на темах войны и смерти, которые периодически упоминались на протяжении всего мероприятия. Кроме того, церемония сопровождалась символикой иллюминатов и неоднозначными шутками гостей. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!